У нас есть в НПП, поступило государственное задание от Министерства индустрии и инфраструктурного развития по развитию зонтичных брендов. В продолжение, то есть это уже несколько лет этому проекту, были в 2016 году разработаны эти зонтичные бренды, определены они. И после этого были приняты меры, как их развивать, что делать, чтобы весь мир узнал о казахских брендах «Казах Органик Фуд», «Казах Май», «Казмит» и «Казахстан Халяль». «Казах Органик Фуд» — это один из четырех брендов. Сначала решило Министерство, что в этом году, что давайте сначала вывозите за рубеж, показывайте нашу продукцию. Ну, выясняется, что наши продукции — это в основном зерновые, масличные и бобовые по казах Органик Фуду. Особо их не вывезешь, не красочные, не покажешь. Это вам ни сыры, ни варенья, всякая вкуснятина, которой все балуются. Но, тем не менее, составляет основу нашего экспорта, который составляет примерно 10 миллионов евро в год из Казахстана, по данным Айфоам. И примерно 275 тысяч гектар сертифицированных в Казахстане земли, чистой, сертификационными компаниями, аккредитованными в Европе. Вот основа. В этом году уже мы разговаривали с мастер-хозом. Во-первых, нам поручили провести аналитику. Сейчас специалисты занимаются, включая соцопросы, вообще понимание казахстанца метаорганики. Потому что без развития внутреннего рынка экспорт тоже под угрозой. Это нам все иностранные консультанты говорят. И, во-вторых, обучение. Обучение мы разделили на две части. Сначала приезжают иностранные эксперты, обучают наших лекторов. Потом наши лекторы едут по регионам и разговаривают с производителями. Так получается дешевле, эффективнее. И мы, наконец, подготавливаем свой класс специалистов по этой отрасли. Специалистов катастрофически не хватает. Я призываю всех студентов, кто получил или хочет получить агрономическое образование, а в будущем и ветеринарное образование, пожалуйста, присоединяйтесь. Самое главное, учите языки. Понимание такого сильного есть среди молодежи, но самый главный экзамен ваш, это если английский, то есть IELTS, немецкий соответственно. То есть вы должны знать язык. Тогда вы можете с этой компанией, аккредитованной ВИЭС, работать и иметь международный уровень оплаты и помогать нашим производителям экспортировать продукцию. Это очень важный момент кадры. С одной стороны мы видим в ВИЭС спрос на казахстанскую продукцию в объеме 200 миллионов евро в год. С другой стороны мы видим, что всего 10 миллионов евро экспортируется. Вот такой дисбаланс. Просто посередине три стоит фактора. Первый фактор это сертификация, она вся зарубежная, потому что аккредитованы только зарубежные компании. Второй фактор лаборатории, а лаборатория ближайшая только в Германии. И третий фактор это нехватка кадров. Есть еще факторы, но если три решить, уже следующими можно будет заниматься. Поэтому мы говорим, давайте сначала узнаем это. Вот мы этой зимой занялись и приблизились к этим процедурам. В общем-то решение будет где-то 3-4 года, потому что сама аккредитация занимает 3 года этой компании. Ну и самое главное кадры. Вот мы сейчас готовим их. Систему сертификации аккредитации опросили многих. Есть молодые люди, молодые девушки, которые готовы уже начать это работать в этих компаниях. Начинать путь от поля. Но без иностранного участия нам не обойтись, потому что казахстанской компании, чтобы поверили, нужно будет время. И вот тогда мы вернемся к нашему бренду «Казах Аргани Фуд». Задача-то у нас «Казах Аргани Фуд». Тогда поверят «Казах Аргани Фуд», когда у нас будет собственная сертификационная компания аккредитованная. Может не одна даже. Когда у нас будут собственные лаборатории. Когда у нас будут кадры подготовлены по международным стандартам, спокойно работающие с Европой. И тогда нам поверит Китай. И когда мы можем сертифицировать не только в Казахстане, но и в соседних странах, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Они тоже мучаются от этой проблемы. И когда мы сможем сертифицировать и ближайшие российские регионы. То есть вот эта компания будет выдавать, скажем, бумаги, документы. И, конечно, на этих документах будет написано «Казах Аргани Фуд». И вот после того момента, как все это появится, пройдет 5-7 лет. И в мире уже будут знать этот зеленый листик и говорить. А это «Казах Аргани Фуд», все нормально. Экспертов мы сначала решили готовить в регионах. И нам посоветовали не готовить в регионах, потому что все друг друга знают. И могут... То есть самая большая опасность, что наши могут договориться. И вот этого и боятся европейские потребители. Они прекрасно осознают, на что идут. Тем не менее, эту тяжелую дорогу мы тоже осознаем. Мы начинаем при инициативе от Амикена. Потому что был принят закон в 2015 году. Были приняты подзаконные нормативные акты. Были приняты регламенты, стандарты. Почти все на 90% они соответствуют требованиям Айфа. Это Международная Федерация Органического Движения. Вот. Но тем не менее, все это не работает. Потому что было создано для внутреннего рынка. А внутреннего рынка нет. И у нас есть сертифицирующий орган. Единственное, я не буду называть частный. Он с июня 2017 года уже принимает... С лета 2017 года уже принимает заявки на сертификацию внутренней Каза Органического Движения. Для нашего рынка. Вот прошло почти два года, к лету будет. Ни одного засертифицированного производителя нет. Это была ненужная работа. То есть она нужная работа. Ну, не такая скорая и быстрая, как по экспорту. В общем-то, получается, мы где-то получили в 2013-2014 году, как достаточно ложный сигнал, мы построили восьмиполосную автостраду между двумя аулами, где по 500 человек живет. Ну, там иногда проезжает человек на Ищегарбе. В общем-то, замечательно все. Но автострада же тоже надо ухаживать за ней. Она зарастает постепенно. Этот закон тоже потихонечку некоторые положения устаревают. А он нашим экспортерам вообще не нужен. Мы сначала пытались им рассказывать, потом поняли, что он им вообще не нужен, не соответствует вообще их никаким чаяниям. Надо сначала просто признать европейский листик у нас, признать их стандарты. И раз они, основные потребители, двигаться, и через несколько лет, когда созреет рынок, поставок, когда мы увеличим, допустим, доведем, в идеале за 7-8 лет до 3 миллиона гектаров органической продукции, обязательно начнет оставаться здесь продукция. И потребители проснутся. Мы отстаем примерно всегда 15-20 лет, вы должны прекрасно понимать. И вот у нас начнет запрос на органическую продукцию, она должна быть правильной и сертифицирована не по-казахски, а по-европейски. Потому что только тогда мы сможем. И вот тогда нужен будет наш закон, который сейчас разработан, правило. И вот первый вопрос возникает у бизнеса. А зачем тогда все это разрабатывалось? Вот мы тоже не можем понять. Вместо этого, чтобы следовать потребителю. Ведь главный закон бизнеса, потребитель всегда прав. Главный потребитель сейчас там. Для него и надо было работать. Вот эти упущения мы сейчас стараемся догнать. Ну, вместе с бизнесом, я думаю, сделаем. Потому что инициатив очень много от бизнеса. Особенно от крупного органического бизнеса, который все в Казе, в Косунае, в Акмольской области расположен. В Павлодарской области, в Карганинской области, в Северном Казахстане в основном. То есть, инициативы есть замечательные. Если их осуществить, в общем-то, это все преодолимо. Всегда есть премия, всегда есть премия. В Казахстане цена отличается в полтора-два раза всегда выше. Вы химию не применяете. При этом у вас урожайность меньше. При этом у вас сертификация дороже. При этом у вас вывоз особенный. Хранилище надо сертифицировать тоже. Представляете, вы не применяете химии ни против насекомых, ни против грибков, ни против мышей. Это значит, что хранилище должно быть в основном превентивные меры. А этому надо обучать специалистов. А вы знаете, у нас в агрономических факультетах обучают применению химии. И это нормально, потому что химия главный драйвер. Все равно это будет, все применяется. Никто против этого не спорит. Просто это одна из возможностей, и нашим студентам надо эту возможность давать. А другое дело, что надо уже, наверное, с младших школьных классов начинать учить детей, что такое органика. Многочисленные органические фестивали в Казахстане, где ни одного сертифицированного телка нет. Не хотелось бы их ругать, потому что это люди искренне считают, что они все, что выпускают, чистое. И это наши, как говорится, первые ласточки. Вот они первыми пусть пройдут. И когда все это сертификация, все это упростится, подешеве понимают, они первыми пройдут. Пока они занимаются в сфере гринвошинга, так называемого. Это мировое явление, когда за чистую продукцию выдают любую продукцию. Со словами «эко», «био», «фермерский», «отвечаю», «юдежа-салган», «тычу-маган-симбисен», «бзинапашка-сатхан», «менбркс-лерды-блем». То есть, вот эти все фразы, вы всегда знаете, как всегда знаете, все настоящие приключения начинаются, и опасные приключения начинаются со слов «да, а что там будет особенного?» То есть, здесь то же самое. Якобы органическая конина, которую откармливают зерном практически во всех регионах Казахстана, а зерно выращено с применением химии. То есть, полное несоответствие. И здесь нам нужно менять сознание полностью. В Европе востребована продукция вот эта зерновая, маслячная, бобовая. И большие площади, и легче сертифицировать. Цена окупается. А в Южном Казахстане тоже очень много у нас продукции, но она, во-первых, в Европе конкурентная очень сильно. То есть, там много такой продукции производится. Яблоки, соки, вот эти все-все-все. А с другой стороны, очень маленькие площади земли. И очень это дорого выходит на единицу, поэтому такого смысла нет сертифицировать по-европейски. Хотя у нас есть сады, где не применяется никакая химия. То, что у нас сейчас 61 производитель, это уже о многом говорит. И многие пытаются уже делать продукцию, ну, допустим, муку, да, из полбы. Ну, полба, органическая пшеница. Вот. Ну, допустим, цена выходит тысячу тенге за килограмм, например. Вот. По сравнению с мукой гораздо выше. Вот. Есть покупатели? Возможно. То есть, сегодня вот этот рынок, он еще, ну, люди не готовы еще покупать и понимать, что настоящая еда стоит дороже. Все говорят, миналда на келе, майда – это дешевле, и все, оно чище. Но, поверьте, без лабораторных исследований нельзя так утверждать. Идей очень много. Вот, допустим, любые, есть такие романтично-настойные руководители, которые говорят, ой, что мы продаем семена льна? Надо продавать льняное масло, например, да? И вот, когда эта романтика захватывает производителей, уже есть случаи в Коснайской области, построили, купили маслозавод, установили, сертифицировали его на органик, и органический лен давили на органическом этом, но не покупает европейский покупатель. И дело не в том, что они нас не хотят, хотят купить сырье. Они объясняют, мы покупаем льон, храним его в специальных условиях там, и давим его дубовыми прессом, а не железным, чтобы скисания не было. И хранение у него срок – один месяц. Как мы один месяц привезем от вас масло? А наши потребители такие. То есть они платят такие деньги, чтобы иметь вот такой продукт. Мы его обеспечить не можем. Мы сделаем, он хороший продукт, но он не до конца чистый, не до конца органический будет. А там главное правило органического производства – цена и количество не имеют значения, только качество. И сложился целый класс людей, которые платят за это. Экономически я объясняю просто, если в Баварии, допустим, где самый популярный регион, затраты на еду, домохозяйство 7-10%, а у нас половина. Конечно, у нас люди будут выбирать, что подешевле и что доступнее. А там люди выбирают, даже если выберут органическое, у них затраты достигнут 15-17% от бюджета. В общем, зато ты будешь точно здоров, не будет у тебя аллергии и так далее. То есть вот почему идет еще. Это связано еще с экономическим благосостоянием. Поэтому мы и говорим об экспорте. Экспорте пока. Но терять нельзя, потому что если мы от этого поезда отстанем, у нас будет продаваться органическая продукция, той же России выращенная, сертифицированная ЕС, и мы будем ее покупать.